всем привет друзья ну что мы с вами выходим на финишную прямую у меня осталось в этом году для вас два видео одно из них выйдет в пятницу там будет три горячих блюда обязательно посмотрите это видео прежде чем утвердить меню на новый год там очень много интересных вариантов ну а это видео посвящено десерту милка я на самом деле смотрю на него уже очень давно потому что выглядит этот десерт мега соблазнительно что я могу о нем сказать мега сочно только посмотрите на эти кадры мега шоколадно и мега просто формат этого десерта позволяет его взять с собой в гости если вы планируете в новогодние праздники выбраться в лес обязательно берите его с собой с чаем очень вкусно ну и дома он займет мало места в холодильнике потому что знаете обычно торт занимает половину полки так что обязательно попробуйте приготовить к тому же с одним бисквитом и одним кремом вы можете сделать очень много вариантов об этом я скажу дальше в ролике заглядывайте в описании там много ссылочек на другие мои видео там же вы найдете ссылочку на мой инстаграм всех вас там ждут и там же подробный список ингредиентов ну а я заканчиваю свою долгую речь и пойдемте готовить начнем с приготовления бисквита и яйца взбиваем солью в пышную пену постепенно добавляю сахар взбиваем до вот такого состояния далее соединяю сухие ингредиенты это мука какао разрыхлитель соду также соединяем теплое молоко и растительное масло без запаха постепенно в яичную смесь вводим мучную и молочную в итоге получается вот такое однородное тесто теперь выливаем на противень я его предварительно застелила пергаментом ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут бисквит должен полностью остыть а пока делаем крем творог лучше брать гладкий соединяем со сгущенным молоком до однородного состояния затем добавляем холодные жирные сливки и взбиваем до пышности крем готов теперь приготовим пряную вишню в сотейнике соединяем вишню крепкий ароматный алкоголь у меня виски можно использовать другой ароматный алкоголь воду специи у меня это корица кардамон мускатный орех добавляем немного сахара и варим до мягкости вишни даем вишни остыть я буду использовать вот такие формы купила их кондитерском магазине но можно использовать контейнеры или стеклянные формы для выпечки бисквит у меня еще немного горячий внутри но лучше дать ему полностью остыть как я сказала ранее измельчаю и раскладываю по формам вниз выкладываю бисквит и затем один десерт буду делать с бананом и карамелью банан порезала на кубики сверху поливаю карамелью ссылочка на рецепт карамели будет в описании мне понадобилось буквально пару ложек другой сделаю с консервированным персиком также полью соком из-под персиков и следующий сделаем с вишней которую готовили ранее теперь крем распределяю его в равном количестве между формами крем можно использовать любой хоть сметаной если любите когда много крема возьмите порцию в два раза больше но мне показалось что этот рецепт сбалансирован по вкусу разравниваю и готовим ганаш для покрытия сливки подогреем в микроволновке до 80 градусов то есть они должны быть очень горячими но не кипеть теперь засыпаем шоколад и когда шоколад немного подтает пробиваем блендером до объединения заливаем ганаш на наш десерт и украшаем по желанию у меня тут мягкие посыпки орешки ягоды сублимированная клубника и вот такой он мега сочный получился вот такой десерт у нас получился ну что в нашей семье мнения разделились мне понравился больше вариант с вишней ну потому что я люблю сочетание вишни и шоколада мужу больше понравился с бананом и карамелью дети вообще не смогли определиться так что я вам настоятельно рекомендую попробовать все три варианта ну а я вас поздравляю с наступающим новым годом будьте здоровы и счастливы пусть 2022 год принесет нам много удачи на этом мне сегодня все встречаемся с вами в комментариях в следующих видео ваша саша пока пока